Много чего интересного было. Очередная жесть. Какая консервная банка большая. Надо разбирать, потому что здесь все в земле. Вот здесь вот, видишь? Это есть? Да, какой-то непонятный. Сейчас на том конце этот сундук зул. Скажи, доставай меня, пожалуйста. Ой, подожди, а посмотри, вот эта вот штука здесь на полу лежит, острая, вот эта вот, Тём, это что такое? Привет, мир. Как вы знаете, мы год назад приобрели дом с участком. И так сложилось, что во время процесса уборки находили много чего ненужного. Ну, в основном это был хлам и мусор, который мы сжигали, либо вывозили с нашего участка. До недавнего времени мы разбирали баню. И об этом есть даже видео, в котором мы нашли 5 непонятных, неожиданных для нас вещей. Даже в комментариях писали, что это и с чем это идят. И вот, наконец, мы опять же начали раскопки вокруг этой бани, точнее, бывшей нашей бани, дабы, чтобы стену строить дальше нашего сарая из глиночурки. И наткнулись на нечто интересное. И об этом в нашем следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, я и на месте. Вожу землю я вот сюда, где у нас кессон. Все время путаю, да. В связи с тем, что здесь земля опустилась, опросела, и вокруг есть отсев, здесь трава не растет. Поэтому я сейчас вот накидаю вокруг кессона земли, и вот сюда буду накидывать землю, где у нас сарай наш стоит. Здесь такое, здесь такой уклончик идет, и после дождя вода вся скапливается сюда, то есть вся сюда идет. Поэтому я немножечко подниму эту часть, земли накидав, чтобы вода стекала, ну и соответственно фундамент потом уберу. Ну в любом случае она будет уходить в сторону куда-нибудь, а не под бревна, не под фундамент. Вот такая вот задумка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Думаешь? Ну да. Какая-то... Непонятно, что такое вообще. Да, а я начала, главное, снимать, а ты сразу какую-то фигню нашел. Я вообще... Не, я думал это камень, а это железяка какая-то. Еще очередная железяка. Очередная. Не знаю, что это такое. Потом разберемся. У меня еще руки, блин, грязные, все вон в глине. Теба говорит, сними меня. Ну вот я пытаюсь тебя снять. А кстати, Соня микрофон не принесла. Здесь очень много корней передать. О, еще железка? Да какая железка? Это деревянный корень. Деревянный корень. Деревянная железка. Ага. Отлипло много корней. Здесь рыхлая земля. Без микрофона тебя, наверное, будет плохо слышно. Ну все, я думаю, на этом все. Я выключаюсь. Пока. Съем. 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 Малжи. По той стене. подковы всякие разные ну а чего-то мы их не засняли подковы подковами а что не ценно здесь вот что-то да кепич какой-нибудь или камень сейчас вот что-то длинное или большое ну явно не корень либо ой, железки так, это вот хламин, ну что показывать если вот такого плана, там вот по той стороне много таких было это по-моему багажник от велосипеда а раму же мы там откопали рядом с липой осталось еще найти колеса и соберем целый велосипед не зря здесь копают может здесь еще что-то есть? ой, мусор помнишь мы с тобой целые мишки такого мусора выкапывали? здесь меньше, я вот это все прокопал здесь нет ничего такого особенного вот пакет первый раз попал сюда и курица вот курица вообще червяков ищет курица, ты мне помоги возьми лопатый что-то фигня а то я хотел сказать, что земля хорошая нет, на самом деле земля здесь рыхлая что я туда уже перед домом складываю земля вот такая вот рыхлая ну, милье есть, это досочки всякие разные но мусора здесь очень мало вот только сейчас попался и то я его, естественно, повезу уберу слушай, ну, так вот пока я недоволен ой, вот я вижу там куски резины опять грязь какая всякая тоже, да? ну да или это даже рубероид, наверное досмотри аккуратно слушай, может это сидушка? ой, нет, это галоши старые, да? это сапоги сапоги ну, в общем, мусор, как и всегда хоть бы раз что недельно носили аккуратно короче, вот банки консервные вот куски ботинки кто-то, видать, потерял ну, вот здесь вот, видишь? и так можно, наверное, натащить ну, это казанчик у нас такой вон там еще стоит а там где? он дырявый ну, видишь? с этой стороны у него дна нету прикольно, крапива растет вот так вот, как декор оставить у нас где-то там такое же есть а может внутри что есть? ты думаешь, внутри монетки какие-нибудь? давай давай, посмотрим и, кстати, у нас, где мы с тобой дрова-то таскали там такая штука тоже торчит ее тоже можно вытащить ну, его надо разбить корни только, да? ну, что нету? ну, там видно, что корни, да, одна крапива растет крапива является ценностью? в нашем случае нет нет, ладно, я пошла дальше складываюсь здесь нечего снимать тебе да вообще зря копаю ну, как ой, гвоздь ржавый куда, где? вот, вот от этого, вот, видишь? вот эта вот штука вот на ней вроде... а, нет, вон он, на земле вот сейчас вот надо убрать вот, вот гвоздь ржавый, видишь? его убрать надо убери все, я пошла дальше складывать стены пошла ну, что ты меня опять отвлекаешь-то? большой чем золотом нашел? да я пока не знаю наверное, может, еще одна очередная жесть просто что-то покрупнее вон, видишь, консервный банк какая-то консервная банка большая офига себе что это такое? кастрюля? что тяжелое такое? ржавая-корявая кастрюлька кастрюля с землей ну да, как это? ну, нафига, не жюри, смотри, что-то есть офигеть а что это? ну, это что-то... это кусачки, по-моему причем, такие нормальные кусачки кто их что-то запихал-то? а, это что? точильная какая-то? напильник напильник короче и куча земли ой, нет ой, подожди, поверни эту штуку туда да, засниму, что в ней есть-то подожди, а что внутри? ржавый гостин? да не только, смотри, здесь ну, есть ржавый ой, оно все ржавое да, ну, нафиг это лежит здесь уже 753 года 753 года ага вот уголок мне пригодится да, он ржавый весь, он уже сыпется вот почему так происходит? подожди, он копаешь, копаешь, ничего не находишь а вот это вот топор? ну, это топор, но я думаю, он уже все ой, какой там даже кусочки металла уже вот такие вот клинья может пригодятся но, может, и не пригодятся а что за клинья это? ой, это что такое? долото, что ли? зубило долото, наверное, какое-нибудь что это такое вообще? я понятия не имею ладно, сейчас разберемся а там, смотри, еще какие-то вот железки есть сейчас вытащим это какой-то кусок от пилы тоненький какие-то гвоздь это, по-моему, что-то по металлу мне кажется, ножницы или секатор просто обычный но он в нормальном состоянии просто его можно реанимировать те вещи, которые мы нашли при разборе в бане они были вот внутри бани непосредственно вот, и там гаечный ключ был я его обработаю и покажу потом, что получится смазать его потом они открываются, да? конечно, он заржавел он где-то вот здесь вот он с землей забился надо посмотреть там еще, может, что-нибудь внизу есть интересное помнишь? Биар Грилл скушал этих червяков слушай, а там, смотри, еще одна зеленая кастрюлька ты его видел? где? он сбоку точно, я ее не увидел а ну-ка, отойди-ка чуть-чуть вот она вот если пошару кусочек давай-ка она, наверное... главное, я этого, змеюку увидел на, держи, куречка смотрика место я его две секунды нет человек мне одной рукой и не очень интересно снимать ты давай откапываю а посмотрим, что там песок местные ржавые ivory осмотрит ой, ой, ой чуть не упал тоже клин блин, в общем надо разбирать потому, что здесь всё в земле такой-то непонятно я только вижу консервная банка которая уже разложилась Короче, надо все смотреть внутри. Что-то есть, да? Может быть. Давай посмотрим, выложим все это по полу. Вот цепь какая-то, да? Ой, подожди, а посмотри, вот эта вот штука здесь на полу лежит остро. Вот это вот, Тём, это что такое? Зуби, а ты сейчас... Вот это что такое вообще? Какие-то вилы. Вилы. Ну, они тоже уж совсем все. Тыкать, наверное, рыбу. Слушай, а как так вообще получается, что... А, боком была вот эта вот кастрюля, да, когда ты ее вытаскивал? Я к тому, что почему некоторые такие вот сильные в земле и ржавые, а одну штуку ты нашел не очень? Она, наверное, сверху находилась или как вообще? Ты про какую штуку говоришь? Ну, которую ты там секатор или как ты ее назвал? Ну, так она сверху была. Кастрюля, это кастрюля алюминиевая, по-моему. Это что-то типа казанка. Вот здесь вот ручки должны были быть. Были, быть. Вот, и, наверное, это походная какая-то кастрюля. Если я не прав, напишите в комментариях. Ну, мне кажется, я помню такие вот, ну, как они, не казанчики, ну, котелки. Котелки алюминиевые с этой, с ручкой были. Их над кострищем так ставили. Слушай, а разве в алюминьке можно еду готовить? Ну, раньше много алюминиевых было. Да? Да. Ну, понятно. Ладно, копай дальше свой клад. Вот там я вижу еще кусочек этого, как его? Корней? Не корней. А что мы откопали, в которой крапива была? Казанок, вот. Ну, что, может, еще что-нибудь есть? А мы же, когда разбирали баню-то нашу, мы же песок и землю тоже сюда кидали. Возможно, мы его еще больше туда просто на него и накидали. Давай посмотрим, может, чуть-чуть есть. Корни. Ну, короче, ладно, давай, сейчас посмотрим. Что, мне отключаться у меня? Да, потому что там... Я пойду руку, по-моему. Будем вместе откапывать вот эти вот штуки здесь. Давай. Вдруг, что правда там? Не, ну, хотя здесь уже видно, что здесь ничего такого ценного. А вот смотри, железка у тебя торчит. Провод вот этот вот железный. Сейчас на том конце этот сундук золотит. Скажи, доставай меня, пожалуйста. Это как в сказке, есть на конце... Ой, сломался. На конце радуги клад, здесь на конце веревки. У нас вот в июле, по-моему, месяце сосед копал траншею, для того, чтобы проводить туда кабель. Да, электричество попадет. Да, он в беседку хотел провести. И он отрыл сундук. Ну, гнилой, естественно, сундук. Видно, что куски от него были. На глубине где-то порядка полуметра. И в этом сундуке очень много всякого металлолома было. Ну, и цельного тоже. То есть там от кувалды насадки были две штуки. Прям вот в хорошем состоянии. Несколько этих насадок от молотка. Да? Непонятных вещей очень много. Я там посмотрел, там прям вот сундучок. Это когда он тебя звал? Я не знаю, для чего. Это, может, вот когда война была, люди там закапывали. Это у нас в деревне здесь очень много кузнец было. И копотков очень много находим. Как будем разбираться с металлоломом, обязательно покажем. Потому что у нас, мы не выкапываем их по 10, по 20 штук. Мы выкапываем там раз в неделю, одну, две. И они накапливаются вот там вот, где у нас металлолом. Потом, когда будем сдавать его, обязательно расскажем, покажем. Мы почему-то с Тёмой тоже решили, что у нас здесь на месте старой бани был раньше. Давно, а давно кузница. Потому что сколько мы здесь находили всяких разных таких штук старинных, интересных. Курица, иди от тебя. Ладно, я пошла руку мыть, потому что я вся в глине. Да, и надо уже готовить, идти кушать. Ну, сначала надо... Я только докопаю, поищу, может быть, что-нибудь еще есть. Я просто... Мы находили пару монет. Я не знаю, где они лежат. С 63-го года, да, по-моему? С 66-го, где-то вот с 70-го года. И еще одна монета, более поздняя, да, это правильно говорится? Ну да, наверное. С 88-го, ну, 80-е годы. И я не знаю, где она. То есть мы их убрали куда-то, положили, спрятали от себя, наверное, подальше. И все, то есть можно было... Ну, я поищу, если найдем, то покажем. Да, я в интернете стоимость смотрел, но там варьируется. От 300-500 рублей до чуть ли не 12 тысяч. Ну, посмотрим. Ладно, копай. Иван Васильевич, копай. Ой-ой-ой-ой-ой. Кричит уже не лошадь. Тема, ну, ты идешь? А, ты еще земля от него отложишь. У нас здесь дрова были, кто помнит. Вот тень моя. Ты помнишь? Дрова у нас здесь лежали. Ну, чуть-чуть еще осталось. Их еще мы не все утащили. И под ними у нас еще один казаночек. Ну, сейчас Тему тоже откопаем. Может, там тоже ржавый металл у нас уже есть. А может быть и ничего. Вот и я. Да, Катюнь, подожди. Вот, ну, раз. Приступаем к раскопке. Кладом. Не, ну, а вдруг там тоже этот железкий... Ой, там грязь. Не целый. А, ну, здесь же но. А что внутри только грязь, да? Мусор? Фу. Какая грязь на меня. Аккуратно. Ну, с этой стороны я вижу пакет отваливается уже. Ну, пакет это не ценность. Ну, да. Грязь это тоже? Полиэтилен, а не пакет. Вот, да. В общем, ничего нет. Пойдет как декор на клумбу. Ну, да. Цветочки возрасти. Ага. Ну, вот здесь вот эти вот кучки, видишь, рядом, которые там дети стоят, на которой крапива. И вот здесь вот рядом со мной, вот я... Как снять? Вот. Здесь я вижу уже металл. Так что мы с тобой в следующий раз будем здесь копать. Здесь точно есть много металла. Это металлоискатель-искатель, прям направленное сюда, в конкретное место. Здесь точно есть, потому что я в прошлом году здесь копала. Начала копать и не смогла, потому что... Ну, потом, короче. Да, пошли смотреть, что там. Да, казанок-то забирай. Зачем не нужно. Кок он такой прикольный. Ну, что, приступаем к разбору. Да. Вывалишь это все или так будешь аккуратненько? Вывалю сюда, потом обратно соберу. Ой, 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 там, ой, она, наверное, не надо было. Не верно. Ой, слушай, вот это, по-моему, серебряное, не? Алюминий. Серебряная алюминий. Серебряная алюминий. И кучу гвоздей ржавы. Да, я ближе подойду. Катюнь, подойди. Не видно здесь. Ой, вот это кусачки. Ой, ну они, наверное, не откроются уже. Они очень... Они уже очень кусачки. Попробуем. Давай, знаешь что? Складываю сюда то, что можно попробовать реанимировать. Ой, слушай, вот это вот... Как они называются? Тонкогубы или как? Я не знаю. Тонкогубцы? Какие-то они странные. Тонкогубы они еще тоньше. Клещи какие-то. Тоже ржавые. На, ну напильники смысле... А где тонкогубы? Вот я ее хочу заснять как-то. Ну, в общем, непонятно, что это, да? Да. Ну, здесь ничего такого ценного не вижу. Здесь клинки, напильники, которые уже все год. Насадка для топора. Она тоже ржавая очень сильно, да? Да, ну не подойдет там, по-моему, скол был вот здесь. Вот он, видишь? Ага. Ой, он как-то как металл разошелся, что ли. На две части, видишь, нет? Наверное. Плой отделился. Амбарный замок тоже не нужен. Что там дальше еще? Клинья. Клинья, я не знаю, куда это вообще... Это большие гвозди. Нет? Большие гвозди. Не знаю. Так, вот это вот еще раз секаторы, которые в хорошем состоянии, по-моему, и их можно тоже реанимировать. Ну, по мне так они ржавые. Кстати, хочу провести эксперимент. Можно же восстанавливать, уничтожать ржавчину различными способами. Вот, уксусом, ортофосфорной кислотой, еще какими-то способами. А кто чем обрабатывает ржавчину, и это эффективно с его точки зрения, напишите об этом в комментарии обязательно. Я вот только ортофосфорные обрабатываю. Кто-то на ночь оставляет в уксусной кислоте. Ну, гвозди, естественно, смысла нет. Ну, зря ты вывалил, конечно, сейчас их еще собирать, эти гвозди. Соберу, ладно. То есть я вот пока вот это вывалю. Гаечные ключи, кстати, были найдены там. Там же, чуть подальше, они просто в земле были закопаны. Видать, может быть, с баней мы, когда выкидывали землю, может быть, вместе, как бы, с лопатой зацепили, да, и выкинули. Но они тоже очень ржавые. Нет, они не ржавые, можно вот такие вот использовать. Вот такой вот. Восстановить можно? Да, я думаю, они не прожженные, в огне не были. Ну, металл твердый. То есть... Надо это мне или не надо, я посмотрю. То есть... Вот это что такое? По мне так это... Проушина. Проушина. Слово такое, я не знаю, что это. Ты не знаешь, что такое проушина? Нет, а вот эти вот там дальше, которые вот это, я точно понимаю, что это петли. Ну, так нет, это вот, вот смотри. Ну, да. Видишь? Здесь как бы цепляется замок. Ну, да, скорее всего, ты прав, здесь, наверное, то же самое. Она вот так вот защелкивается, здесь стоит также проушина еще одна. И сюда ставится либо клин такой вот сюда, вот так вот, либо просто амбарный замок решается. Что-то вот такое подопробнее. Это, мне кажется, оттуда. Если я не прав, то напишите, может быть... Может, кто знает, что это такое. Ой, это вообще ржавое, да? Это из той же серии. Вот это какой-то, по-моему, мне кажется... А, ну, то же самое, нет? То же самое. Да? То же самое. Только она сломанная. Я думал, это ухват какой-то, но петля такая же. Очень, очень похоже. Так, ну, вот это вот. Валя говорит, что очень долго мы будем гадать, что это. По мне, так это просто наварочную панель. Заглушка, или как она называется? Наварочная. Ты имеешь в виду на печку? На печку, да. А, подожди, а... У меня еще дар лечи потерялся. А дырки эти вот зачем там? Она же должна закрываться. Чтобы огонь проходил. Не, не понимаю все равно смысла я в этих дырках. Мне кажется, это не оттуда. Короче, что это такое? Это не бумеранг? Я думаю, что это руль от чего-то просто и все. Руль от железной, прям вот советской машинки железной, да? А, не смешно, у нас была эта машинка железная. Ну, не у нас, а у родственников. Ну, то, что вот здесь вот болтик, да? Да. Может быть. Но, мне кажется, руль вот такой вот обычный бывает. А, ну да, я не помню, какой там руль был. Но, ладно. Напишите. Может, кто знает. Вот это вот сюда. Да, ну. Это тоже самодельные гвозди, как я их называю, да? Здесь гвозди один. Ничего ценного. Слушай, а тяжелое, да? Мне кажется, здесь больше пяти килограмм. Это все же можно в металл сдать? В металл можно сдать это все? Это хомут, мне кажется. Хомут. Так, вот это было. Ну, это Кати. Кати. Это тоже что-то на электростолб ставится. Плоскогубцы. Мне кажется, даже смысл их не выравнивать, потому что они как-то... О, они кривые. Да. Тоже на металл, да, пойдут? Это какой-то... Что-то типа вил. Вилы. Тыкать кого-то. Не угодно. Может тоже спички что-то вытаскивать. Может быть. Что-нибудь подцепить. Ухват какой-то, да? Ну да, наверное. Он очень-очень ржавый, поэтому... Помнишь, мы когда под баней находили какие-то находки, нам рассказывали, что это вытаскивать из печи что-то. А мы такие, что это, как это? Это сковородки вытаскивать. Вот эта штука тоже может быть что-то вытаскивать из печи. Может быть. Это тоже на металл, просто железки какие-то. Я вот просто боюсь высыпать здесь вот ложка сразу алюминиевая. О, алюминька. Помнишь, как в этом фильмах, когда гнут ложки? Она у тебя сломалась. Она уже до такой степени это, да? Солос не удался. А это что, петли? Ой, ножницы я вижу. Уф, 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 уф. А вот это не подкова? Нет, не подкова. А что это? Не знаю. А ну, когда повлечь, может, подкова? А нет, если даже это и подкова, то она какая-то непонятная. Я не знаю, что это. А это не магнит? Раньше же эти магни... Нет, не магнит. А это же что, чугун? Ну, какая разница? Ну, в смысле, вот-вот. Не магнит. Я не знаю, что это. Я тоже не знаю, что это. Я сразу подумал, что это подкова. но вот это вот а даем поближе со всех сторон сверху вот этот вот выпердыш выпердыш я не знаю что это такое он до такой степени разбирать больше ничего интересного вообще то есть какие-то кусочки металла это вот ты вывалил все на них короче не подходит нам не нужно да ну и вот в общем вот это вот все такое ржавое на этом наш клад на этом наш клад завершается ну самые ценные это вот эти вот чугунки вот один в более-менее состоянии такое у этого я даже не знаю какого цвета вот эти вот даже без дна они уже такие вот прям такие у нас пару штук еще где то есть короче резюмируем наш клад в нашем кладе можно использовать два казанка с открытым верхом для посадки каких-то интересных растений один целый чугунок но в принципе тоже для декора пойдет и практически все идет на металлолом кроме там секаторов и кроме вот этой маленькой кучки да плоскогубцы ключи и секаторы так что кому понравилось видео обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях что это вообще с чем это едят и подковали это или нет и кто в своей жизни находил что-то интересное возможно реально кто-то с металлоискателем ходит и ищет сейчас это популярно очень и нам наверно тоже надо будет со временем также это все купить и попробовать у себя на участке да а на этом все всем пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки дизлайки два раза ставьте лайки все всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok